Слезы на глазах и цветы. На торжественное открытие памятника пришли родственники, одноклассники и сослуживцы десантника Сергея Молодова. Все они запомнили его целеустремленным и готовым к настоящим подвигам. Он прошел долгий путь к этим погонам, получил погоны. Насколько я помню, после окончания училища он попал в Ялатань, это Таджикистан, тогда еще Советский Союз. Попал в так называемую афганскую бригаду, то есть бригада, которая раньше была на территории Афганистана. И с 89-го года, когда он закончил училище, вот с этой бригады он прошел практически по всем горячим точкам Советского Союза. Сергей Молодов родился в семье военных и всегда хотел продолжить дело своего отца. После школы пошел в армию и после осуществил мечту – окончил Рязанское училище и стал военно-воздушным десантником. Народ, который не чтит своих героев, у него нет будущего. Мы чтим своих героев, устанавливаем памятники, называем улицы. Вот это молодое поколение растет и видит вот эти вот памятники, слышит о героях. Им тоже хочется стать героями. Когда они вырастут, они не будут сомневаться, если придет время отдать свою жизнь за други свои, они тоже это сделают. В 2000 году Молодов отправился в Чечню. Погиб военный в бою у высоты 776. Спасая боевого товарища, он сам получил смертельное ранение. Ему было 34 года. Установить монумент и увековечить подвиг военного помогли несколько организаций. Патриотическое воспитание – это одна из сфер деятельности, которой русская медная компания всегда уделяет особое внимание. И поэтому, конечно же, было принято решение поддержать такой значимый проект по созданию памятника, который будет нам напоминать о силе, о мужестве героя нашей страны Сергея Георгиевича Молодова. Памятник установили во дворе 28-й школы, где учился Сергей. Два года назад здесь появилась мемориальная доска. Кроме этого, майор Молодов навечно зачислен в списке 76-й воздушно-десантной дивизии посмертно.